Покров Пресвятой Богородицы А в народе говорят, покров – конец летним хороводам, начало зимним посиделкам, покров – время свадеб. Девушки приговаривают, покров – праздничек, покрой землю снежком, а мою голову – венцом. Очевидно, мечтают о венчании. А что значит венчание? Венчание – это таинство, в котором жених и невеста перед священником и церковью дают обещания во взаимной любви, молятся о чадородии и о христианском воспитании детей. Это одно из главных таинств православной церкви. Всего в русской православной церкви семь таинств, вообще в православной церкви семь таинств. И венчание – одно из самых главных, в котором вот как раз люди, которые хотят связать свои узы на всю жизнь, они молятся о благословении своего брака. То есть призывание благодати Божьей, помощи Божьей для совместного воспитания детей, для совместных трудов. Не как в американских фирмах мы привыкли видеть, когда люди только поженились, и у них все хорошо, они лежат в бассейне, пьют сок, и вроде бы все хорошо и благополучно. Но в настоящей, в реальной жизни мы всегда понимаем и знаем, что это не так. Это всегда трудности, это всегда какие-то искушения, это два абсолютно незнакомых человека, которые воспитывались в разных семьях, в разных условиях, ходили в разные школы, общались с абсолютно разными людьми. И здесь они оказываются под одной крышей и начинают притираться друг с другом. У них какие-то свои привычки, свои особенности, свой характер. Но здесь как раз вот они и создают вот это единение. Стремятся уже к одному характеру, к одним привычкам, к какому-то общему единению, пониманию всего происходящего. Именно в христианстве таинство брака, оно достигает как раз своей полноты и всей глубины понимания всего происходящего. Брак, таинство брака или таинство венчания, это абсолютно равнозначное название. Брак в переводе со старославянского означает брать. Брать на себя ответственность. Брать на себя ответственность за того, с кем ты связал свою жизнь. Брать на себя ответственность за все свои поступки, слова, за все то, о чем ты думаешь, говоришь, делаешь, уже вместе со своей второй половинкой. Брак – это в первую очередь ответственность перед Богом. Даже если мы сами того не осознаем, мы все равно ответственны абсолютно за то, абсолютно за все то, что мы можем привнести своему спутнику. Все те внутренние, нравственные его инициации, все его такие высокие позывы, мы как раз должны в нем развивать. Точно так же наша вторая половинка должна стремиться в нас, вот все лучшее, все, что в нас есть и заложено, привнести и приумножить. В христианстве понимание брака – это таинственное единение Христа с церковью. Вот так же, как Христос заботится о церкви, точно так же муж в браке должен заботиться о своей жене. Даже в Писании сказано, должен заботиться так, как заботиться о своем теле. Ведь нет человека, который бы не любил свое тело, не грел его, не питал его. Вот точно так же здесь муж должен заботиться о жене. Но и жена должна повиноваться мужу, как церковь повинуется Христу. Вот именно вот в таком традиционном христианском понимании заложен весь смысл венчания, таинство венчания. В наше время его называют обряд, но обрядовая сторона – это, как правило, внешняя сторона. И, к сожалению, в наше время к венчанию относятся вот к какой-то обрядовой стороне. Некая мистика, которая защитит от всех невзгод, неудач, что все будет хорошо и благополучно. Отец Алексей, а как много в нашем районе пар супружеских изъявляют желание пройти обряд венчания? Ну, в настоящее время, к сожалению, вот именно у нас в Ахтубинске, таких пар не так уж и много. Вот на моей памяти буквально за месяц две пары повенчались. Это свидетельствует о том, что нет достаточного уровня понимания самого таинства, самой глубины вообще в целом христианской жизни. Поскольку два верующих человека соединили свои жизни, но в то же время боятся вот какой-то определенной доли ответственности. Но это не говорит о том, что у них нет ответственности уже вот на данном этапе, когда они уже поженились. Эта ответственность наступает уже с того момента, как они решили быть друг с другом. К сожалению, вот именно вот это традиционное восприятие венчания, что венчание ложится каким-то тяжелым бременем на плечи людей. На самом деле венчание это вот как раз призывание благодати Божией, призывание помощи в их совместной жизни, призывание помощи в чадородии, жизни, в целомудрии. И вот эта целомудренная жизнь, опять же, как в традиционном понимании у нас думают, воздержание абсолютно от всего. Нет, это как раз мудрость сохранения себя в целостности, целостности духовной. И как вот это таинственное единение Христа с Церковью, такое же взаимноединение двух душ и телес, когда абсолютно все физическое, все материальное должно уходить на второй план и возрастать духовное, моральное и нравственное. И вот как раз здесь люди молятся в таинстве венчания, чтобы Бог им все это даровал. Как раз здесь люди молятся о благополучии своего брака, чтобы все стало хорошо, скажем так, выражаясь простым языком, чтобы все стало добро, люди молятся о том, чтобы было ложи нескверно и непорочная жизнь. Ложи нескверно – это чтобы люди сохранили свой брак в целостности, чтобы не изменяли друг другу, чтобы вот та любовь, та искорка, которая зажглась в них, спустя несколько лет разгорелась в большой костер, большой огонь любви. Вот для этого люди венчаются, призывают помощь Божию на свой брак. Вот здесь как раз этот брак становится легким в плане совместного прохождения всех трудностей и испытаний. А как раз это не камень на наши плечи, на наши головы, а вот та помощь, благодаря которой Господь нас ведет к окончанию нашей жизни и к тому, чтобы мы вдвоем с моей второй половинкой пришли к нему, то есть спаслись по окончании нашей земной жизни. Возможно, у какой-то половинки есть сомнения в крепости данного союза, поэтому люди решают миновать вот этот обряд венчания, дабы потом, мало ли как, сложится жизнь, да? Это придется ведь еще расторгать церковный брак. Как только мы связались, в том числе и актом гражданским в ЗАГСе, мы уже стали ответственны друг за друга и в том числе и перед Богом. Возможно, на брак сейчас смотрят намного проще? Да, скорее всего так, что какие-то вольные отношения, но сам Адам в Священном Писании сказал, когда Господь создал из ребра Адама его жену Еву, он сказал, и оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два в плоть единого. То есть два человека становятся одной плотью, становятся неразрывны друг от друга. И здесь абсолютно не зависит от того, повенчались они или нет. Они уже стали мужем и женой, они уже стали единой плотью. И когда человек боится определенной доли ответственности или не уверен в своем браке, он просто делает шаг назад, отступает от той ответственности, и в первую очередь, ну, как бы это страшно не звучало, предает того человека, которому он не доверяет. Да, и, видимо, люди уже с возрастом, прожив некоторое время, приходят к мысли о том, что неплохо было бы повенчаться. Или какая-то ситуация, вот, например, как у супругов Караченцевых, у известных актеров, да, когда жена предлагала мужу повенчаться, он говорил, ну, мы и так хорошо живем, зачем нам венчаться? И только когда Николай попал в аварию, и очень трудно выходил из нее, из такого состояния, да, плохого, тогда он сам предложил жене повенчаться. То есть им уже двигало, что-то больше у него в душе, видимо, требовало пройти именно эту процедуру. Ну, как правило, бывает так, что в сложных, экстремальных, в трудных жизненных ситуациях человек несколько по-другому смотрит на свою жизнь, несколько по-другим углом осознает все. И вот как раз здесь, может быть, перед ним открывается та ответственность и та важность благословения Божия на брак. И люди понимают, что невозможно своими обычными человеческими силами, своим простым банальным пониманием всего происходящего справиться со всеми трудными жизненными ситуациями, со всеми несгодами. И люди понимают, что вот именно здесь, именно вот в этом институте любви, вот в этом союзе любви нужна помощь Бога. Потому что семья как раз и призвана к тому, чтобы воспитывать в человеке любовь. Это действительно институт, который люди вдвоем оканчивают, наверное, с окончанием своей жизни. Они учатся друг у друга терпению, учатся друг у друга пониманию всех жизненных ситуаций, учатся помогать друг другу, несмотря ни на что. Не глаза в глаза, а плечом к плечу они идут навстречу Богу. Идут навстречу вот к той сладостной жизни, которую мы мечтаем здесь сейчас. Идут как раз в тот момент, когда они окончат свой земной путь. И надеются встретиться уже в райской обители друг с другом и с Богом. Вот в таком понимании жили наши предки, жили практически все православные люди на протяжении многих веков. И вот в современном мире, к сожалению, получилось так, что вот это традиционное понимание брака, оно несколько утеряно. Ну, большую часть, конечно, в этом сыграла и определенная пропаганда, и определенный образ жизни, и советского безбожия, да. И 90-х, когда... Вседозволенность и вседоступность. Капитализм и материализм фактически захватили абсолютно весь быт и жизнь человека. И люди перестали к браку относиться действительно вот как к какому-то институту, в котором свое «я» отступает на второй план. В котором ответственность вот за того человека, на котором я женился, или там за которого она вышла замуж, она выходит на первый план. Здесь как раз вот определенная жертвенность. У нас жертвенность воспринимается как человек, который ложится на дзод с пулеметом. Но в то же время жертвенность – это возможность где-то в чем-то уступить, промолчать, понять, что вот этому человеку от моего слова могло сейчас быть плохо. И вот в семье, именно в семье, я учусь любви. Я учусь любить по-настоящему. И вот когда мы потихонечку в нашей, как в советский год говорили, ячейке общества научились или учимся потихонечку по-настоящему любить и по-хорошему относиться друг к другу, тогда мы можем эту любовь распространять на всех остальных людей. Тогда мы можем учиться общаться со всеми остальными людьми. Ведь семью в православной церкви называют «малой церковью». Малая церковь, где тоже определенная аналогия проводится с троицей, где возможна вся полнота любви. Это оба родители и ребенок. Вот эта вот троица, в которой возможна вся полнота любви, она полностью раскрывается, любовь к супругу, любовь к ребенку и любовь к Богу. Вот в этой малой церкви как раз люди учатся любить, относиться адекватно с пониманием к ближнему и к Богу. Церковь отделена от государства. Венчание производится только тогда, когда брак зарегистрирован в ЗАГСе. Почему? У этой ситуации довольно-таки древняя история. Еще в Древнем Риме брачующиеся, то есть люди, которые готовы вступить в брак, подписывали брачный контракт, согласно римскому праву, в присутствии от десяти и более свидетелей. И только после этого приходили в храм или в общину верующих и объявляли о том, что они муж и жена. И совместно молились, исповедовались, причащались. После этого сложилась определенная традиция, что венчание проводилось именно во время служения божественной литургии. Люди совместно причащались, и вот как раз это и свидетельствовало о том, что они уже являются мужем и женой. То есть они перед Богом скрепили свои узы перед общиной, засвидетельствовали, что это действительно так. И впоследствии вот как раз юридическая регистрация, она стала главенствующей. Только потом, к IV веку, стали складываться определенные молитвы, определенные чинопоследования. И на Руси чин венчания, как таковой, который мы имеем сейчас в современности, он сложился только к X-XI веку. Чин венчания. И вот это, скажем так, основание того, что брак должен быть в первую очередь зарегистрирован в органах ЗАГСа, говорит о том, что люди зачастую в современном мире живут гражданским браком или в таком свободном сожительстве и под каким-то чувственным впечатлением, эмоциональным впечатлением хотят засвидетельствовать свою жизнь перед Богом, в то же время не до конца осознавая всю ответственность, принимаемую ими решением. И дабы вот это искоренить, в церкви существует такое понятие, как благословение, не осуществлять венчание без подтверждения, что люди действительно заключили свой официальный брак. Когда, в каких случаях церковь отказывает венчание? В наше время, с благословением Патриарха Московского Северуси, Кирилла, во многих епархиях вводится оглашение для венчающихся. Оглашение, соответственно, корень глаз, когда венчающимся или готовящимся приступить к этому таинству оглашают вообще о сути самого таинства, о глубине, о понимании происходящего, о том, зачем им это нужно, о той мере ответственности, которую люди готовы возложить на себя. И в наше время как раз не благословляют, в первую очередь, тем людям, которые не хотят проходить оглашение. Это обязательные, ну, в разных епархиях, две-три беседы о самом таинстве брака, о понимании вообще христианства, об отношении с супругом, с ближними и так далее. Те люди, которые не хотят проходить это оглашение, естественно, не хотят понимать и слушать вообще в принципе о самом таинстве, наверное, не до конца понимают, о самом таинстве, значит, оно им, скорее всего, и не нужно. Также не благословляется брак, если какая-то из половинок полностью отрицает либо существование Бога, либо само таинство и в корне с ним не согласна. Также не благословляется совершение венчания с людьми, которые исповедуют иную религию, в частности, ислам, иудаизм и даже какие-то нетрадиционные, и вообще традиционные или нетрадиционные секты. Вот в таких случаях не благословляется. Также не благословляется вступление в брак, если одна из половин изначально имеет какие-то психологические заболевания или отклонения. Сейчас рассматривается вопрос о том, что если у человека имеются какие-то опасные для жизни заболевания, в частности, ВИЧ-инфекция, которая передается детям, здесь уже благословение на брак рассматривается только с согласия правящего архиерея, как правило. Но этот вопрос еще спорный, он очень долго рассматривается на различных комиссиях и общественных советах. Есть специальный календарь венчаний? Да. То есть не во все дни еще можно? Да. Венчание не проводится во время всех постов. Это Рождественский, Успенский, Великий пост, да, и Петров пост. Также не проводится накануне среды и пятницы, поскольку это постные дни, дни, в которые предали и распяли Спасителя. Также не проводится накануне двунадесятых праздников или храмовых праздников. Это вот основные дни, в которые не благословляется венчание. Во все остальные дни, пожалуйста, человек, который изъявил желание венчаться, проходит огласительные беседы и, естественно, далее приступает к этому таинству. Традиционно, наверное, это выходные дни, если они выпадают на пост. Да. Как правило, да. Поскольку людям наиболее удобно согласовать это с органами государственной регистрации и, соответственно, то же самое только с призыванием благодати Божией уже осуществить непосредственно в храме с благословением священнослужителя. За это нужно платить? Во многих храмах до сих пор сохранилась такая установка, в котором за проводимые таинства люди оставляют определенную сумму пожертвований. Потихонечку с благословением патриархии и многих правящих архиереев от этой традиции отходят. Поскольку эта традиция сложилась в советские годы и в 90-е, когда храмом выживать было тяжело, и для содержания в целом храма, уборщиц, оплаты электроэнергии и так далее, то есть фактически всех бытовых нужд храма нужны были средства. Люди жертвовали мало, и для того, чтобы храму как-то выживать, устанавливалась определенная сумма на определенные виды треб, таинств. И в наше время, как только храм, приход выходит на такое состояние, в котором может существовать от пожертвований, независимо от того, сколько люди жертвуют, благословляется потихонечку отходить от этой традиции, взимать обязательную плату завенчания. Если существуют такие пары, у которых действительно финансовые, материальные проблемы и не могут оставить определенную сумму для пожертвования, то, естественно, священник всегда готов пойти навстречу и осуществить венчание даже бесплатно. Для этого как раз и нужно приходить на оглашение, общаться со священником и объяснять свою ситуацию. Никто не говорит о том, что вот если вы не заплатите, вас ни в коем случае венчать не будут. Есть люди суеверные, которые во время... которые, возможно, еще боятся обряда венчания, потому что слышали о том, что если погаснет свеча или будет уронено кольцо, то это плохой знак, и мало ли как все произойдет в церкви, как потом дальше жить. Это, наверное, психологические такие есть зажимы или суеверия, как мы называем. Действительно ли это так? Есть определенная категория, наверное, людей, которые, к сожалению, испытывают некую двоякость, в том числе и в своем внутреннем мире, именно в вере. И о таких людях сказано в Евангелии достаточно просто. Невозможно служить двум господам. Или об одном будешь заботиться, а о другом не родить. И точно так же получается и здесь. Суеверие, опять же, очень легко разложить. Это суетная вера. И когда мы стоим в храме пред лицем Бога, молим Его о неспослании благодати, на наш брак, на наш союз, и в то же время начинаем относиться вот к венчанию со стороны именно суетной веры, у нас появляется некая двоякость. Мы уже забываем о Боге и придаем огромное значение тем деталям, которые может быть абсолютно... Не то, что не может быть, а они абсолютно не важны. Ну, действительно, случилась такая неприятная ситуация. Погасла свеча. Ну, значит, это был сквозняк в храме. Ну, выронил кольцо. Да, действительно, но это неприятная ситуация. Но она ни в коем случае не может повлиять на всю дальнейшую судьбу двух людей, которые будут стараться заботиться друг о друге и взращивать друг в друге те нравственные идеалы, к которым они оба стремятся. И вот это оброненное кольцо, оно, получается, в понимании двух людей просто-напросто уже в самом начале их жизненного пути перечеркнуло всю их жизнь. Ну, с таким успехом можно в самом начале нашей жизни, после того, как черная кошка перебежала дорогу, ложиться и умирать. Как говорил один мой знакомый, на самом деле, самая страшная примета, это когда черный кот пустым ведром разбивает зеркало. Вот если вдруг такое случилось, тогда, может быть, стоит о чем-то задуматься. А в целом, это суетная вера. Нужно стараться избегать вот этих вот моментов, верить в Бога. И вот тогда вот этой двоякости, которая появляется в нашей внутренней жизни, не будет нигде в целом. Эта же двоякость, которая проявляется в нашей внутренней жизни, она двойственна везде. В наших мыслях, в наших словах и в наших поступках. Вот эта двойственность, она как раз и мешает нам жить. Эта двойственность будет мешать жить и в нашем браке. Когда у нас с моей второй половиной должна быть единая цель и единый путь, будет все время дергать меня назад. Вот от этого нужно, конечно, стараться отходить. Чем раньше мы осознаем важность венчания, именно важность, глубину вот этого таинства, тем больше благодати Господь посылает этим людям. Когда в самом начале два молодых человека понимают всю важность этого таинства, понимают всю сокровенность этого таинства, тогда действительно, как именно указано в молитвах, ложа нескверна, непорочную жизнь, чадородие, в котором молятся как раз во время таинства венчания, все не спасает Бог. Ведь не зря эти молитвы составлены. В древности отсутствие детей считалось проклятием. Считалось, что бесплодная женщина – это забытая Богом женщина. И вот как раз в чине венчания есть такие слова, когда священник молится о чадородии, чтобы Господь не спасал именно вот этим людям, которые стоят перед его лицем, перед Богом. Маленькое чудо. Да, маленькое чудо, даже много маленьких чуд, которые они потом будут воспитывать, которым будут преподавать все самые высокие нравственные идеалы, о которых они молятся в самом начале своего жизненного пути. Именно в правильном христианском воспитании своих детей, для того, чтобы показать вот ту любовь, которой они научились в институте своей любви, своей маленькой семьи, своей малой церкви, как раз показать в своих детях, насколько они смогли их научить этой любви. Какими усовершенствованы в этой любви выросли их дети? Вот об этом на пороге храма в момент обручения молятся брачующиеся, потому что момент обручения он совершается фактически в притворе, храм. Это символизирует именно то, что люди находятся в самом начале жизненного, духовного пути. И как только заканчивается обряд обручения, люди, которые приступили к таинству венчания, входят на саму территорию храма. Вот здесь как раз они свидетельствуют о том, что они вступили на путь любви, вступили на путь стремления к Богу и вступили на путь любви друг к другу, на путь единения двух душ и телес. Отец Алексей, ну раз венчаться никогда не поздно, давайте пожелаем ахтубинским парам, которые только стоят в начале супружеского пути или за плечами уже долгие годы совместной жизни, чтобы если они сейчас думают повенчаться им или нет, чтобы они скорее принимали решение, наверное, повенчаться, чтобы Господь смог подарить им еще больше благодати, своей любви. Таинство венчания, оно так и называется, таинство венчания, потому что в момент самого венчания на жениха и невесту одевают венцы. Венцы как символ мученичества, ведь даже во время венчания в одном из тропарей у тех, кто сейчас предстоит на таинстве венчания, молятся святые мученицы. То есть Господь показывает, насколько будет труден этот путь, насколько будет трудно предстоять пред лицем друг друга, перед Богом, насколько будет сложно смиряться друг с другом. И так же, как первые мученики за Христа пострадали, но в то же время в раю сподобились видеть Бога и славить Его, сподобились вот той райской жизни за то, что пострадали здесь, точно так же церковь молится и о тех, кто решил повенчаться. На них голову одевают венцы в знак того, что им будет очень тяжело, будет очень трудно, но в знак того, что в будущем, если они научатся настоящей любви, настоящему уважению друг друга, настоящему сохранению себя и своей второй половинки в целостности, оберегая не от всех трудностей, сподобятся вот такого же райского веселья, как все христианские мученики, и сподобятся видеть Бога лицем к лицу, вместе со своей второй половинкой будут славить Бога. Вот этого я желаю всем нашим артубинцам, всем, кто решил вступить на этот трудный, но в то же время счастливый путь. Субтитры создавал DimaTorzok